Всем хорошего дня! Спасибо, что посетили мой творческий канал DIY Oak Project. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик и поставить лайк. А поделка у нас из шишек, которые пока что у нас будут отдыхать. А для начала возьмем крафтовую бумагу, отрежем необходимый нам кусок. Его размер зависит от размера изделия в готовом виде. На веточку наносим побольше, не жалея силиконового клея. Потом приложим к ночам у отрезка. Теперь обматываем палочку, обжмаканной нашей бумагой, создавая силуэт елочки. Концовку мы хорошенько проходим с силиконовым клеем и смотрим на свой результат. Теперь нужно взять крепкую нить и обмотать нашу основу. Очень крепенько, плотненько, чтобы основа не шаталась. Это очень важно, иначе наша конструкция полетит в тартарары. Обрезаем и убираем. Основу елочки нужно клеем зафиксировать. Теперь можно приступить к важному делу, к декору нашей елочки из шишек. Силикон наносим, не жалеем. И приклеиваем наши шишечки. Да, при этом придется, конечно, подождать, пока силикон высохнет. Но если этого не сделать, то от тяжести наши шишки попадают. Первый ряд шишек мы приклеиваем самые большие. Второй ряд уже шишечки поменьше. И так дальше. Создавая конусную форму и на верхушечку, наконец, наклеиваем последнюю шишку. И смотрим на свой результат. Шишки захотелось покрасить в какой-то гламурный цвет. Но уж очень захотелось отойти от каких-то границ. Захотелось шишки сделать цельно-розовыми. Сделала я это обычной кисточкой. Конечно же, вы заметили, что моя елочка уже декорирована ветками. Но, как ни странно, после прокраски в розовый цвет, я поняла, что видеть я их здесь больше не хочу. Ведь я хочу нестандартную елочку, выйти за грамки положенного и приличного. Поэтому я их убрала и что я придумала, сейчас увидите. Для этого я взяла ту же самую крафтовую бумагу, нарезала ее на кусочки, которые небрежно я приклеивала на силиконовый клей между шишками, там где есть просветы, чтобы не видеть основу нашей заготовки. Куда именно вы будете клеить, не имеет никакого значения. Тут включается ваша фантазия и вы делаете, творите все, что хотите. Главное, чтобы вам это нравилось. Лично мне нравится то, что получилось. Теперь нужно ее декорировать. Для этого я взяла шерстяную серую нитку, из которой крючком я уже провязала цепочки. И теперь этой цепочкой мы украшаем нашу елочку. Мне очень нравится сочетание розового и серого цвета, поэтому я и взяла именно эти нити. Теперь нам осталось с силиконом зафиксировать конец веревочки, чтобы не распустился, и добавить немного каких-то ярких акцентов. Для этого я взяла розовые помпоны, которые у меня лежали. На этот же силиконовый клей я приклеиваю и клеточки. После чего добавлю блестящих белых шариков, вот из такой веточки, которую я нашла у себя дома. Вот и все. Теперь можно наслаждаться своим результатом. Мне наш результат очень понравился. Надеюсь, если вам есть и так, то поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал DIY of Project, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить остальные мои идеи. До новых встреч, до новых интересных DIY. Пока-пока!